И вот нельзя жить в этом туалете и при этом всего лишь чуть-чуть замараться. Ты не можешь. Ты будешь полностью в этих фекалиях. Хочу показать вам фотографии из рубрики «До и после». Как было и как стало. Вот фотография Хамбиева. Слева вы видите его в начале нулевых. А справа это уже наше время. Он находится рядом с арабом, который сражался на стороне армии членского сопротивления. Его звали Сейф Ислам. И он был сам по происхождению египтянин. Он погиб на нашей войне. Как вы видите, здесь он обнимается с ним, а тут уже с Кадыровым. Вот вторая фотография. Тут он позирует с арабом Сейф Исламом. Здесь, ну, с Кадыровым вы его отношения все знаете. Это очень показательное такое преображение. Я хочу обратить внимание не на то, что вот тогда он был там, а сейчас он здесь. Это и так все знают. Все прекрасно понимают, что будучи на правильной стороне, он имел и позиции тоже правильные. Но это показательно, потому что сегодня именно вот этих арабов очень сильно они любят их упоминать, их как-то проклинать, критиковать. Но этот человек тогда не считал их такой проблемой и вполне нормально с ними взаимодействовал. Но то, что еще более важно в этой теме, это чтобы мы обратили внимание на то, как человек меняется с годами, когда он переходит на противоположную сторону, когда он становится предателем. До того уровня, которого он достиг сегодня, уровня омерзения, он пришел не сразу, Хамбиев. Я опубликовал у себя в телеграм-канале его интервью, данное им сразу после его перехода на российскую сторону в 2004 году. Это, можно сказать, его первое интервью. Журналу «Коммерсант власть» он тогда дает это интервью. И оно просто шедевральное. Я рекомендую вам его прочитать. Я даже требую, чтобы вы его прочитали. Я сам этого интервью не видел. Я его сегодня прочитал впервые. Почитайте его и вы. Переходите по ссылке на мой телеграм-канал, здесь в описании. И там вы сразу же наткнетесь на это интервью. Я хочу некоторые выдержки из этого интервью зачитать. «Почему тогда вы решили сдаться?» – спрашивает его журналист. «Это другой вопрос», – говорит Хамбиев. Он не хочет об этом говорить. Он только вышел из леса, он только перешел. Попытайтесь понять его душевное состояние в этот момент. И потом мы его сравним с сегодняшним его состоянием. Смотрите, он не хочет говорить об этом, ему тяжело. Он говорит, это другой вопрос. Журналист настаивает. «И все же я могу не отвечать», – говорит Хамбиев. «Я же имею право». Не хочет он об этом говорить. Тогда журналист говорит, «Тогда я сама скажу. Когда вы сложили оружие, многие говорили о том, что ваших родственников взяли в заложники. И поэтому вы вынуждены были выйти к Кадырову. Это правда? Да, моих родственников задержали. Хамбиев признает это. Да, моих родственников задержали, но они были виновны. Понимаете? Потому что они были мои родственники. И они мне помогали, давали мне кушать. Когда я приходил к ним ночью, давали мне чай. Когда я вышел, их отпустили. Если я бандит, то и они бандиты. То есть вы чувствовали, что пока вы воюете, ваши близкие под угрозой? Да, потому что они были виноваты. Люди, которые сложили оружие вместе с вами и после вас, не могут вернуться назад? Спрашивает журналист. Туда в лес? Нет, что вы. И мне, и им нет обратной дороги. Нас никто не примет. И никто не поверит. Наоборот, убьют. Я тоже не поверил бы. Нас уже считают предателями. Вам обидно? О, Аллах, обидно. Конечно, я мучаюсь. Теперь посмотрите, обратите внимание на эти слова, которые он говорит в 2004 году, вот только выйдя. Он все это признает. Он не отрицает, что его вывели, задержав всех его родственников. Сегодня они сидят вместе с Кадыровым и рассказывают нам байки о том, какой Кадыров воин, как он их преследовал, над ними вертолеты гонял. А тогда, выйдя из леса, Хамбиев не отрицал, что вывели-то его, взяв в плен, в заложники его родственников. Это делалось открыто, откровенно. И не отрицалось. Сегодня они не хотят это вспоминать. Сегодня они это отрицают. Обратите также внимание, как он в этом интервью отзывается о Басаеве и людях, которые с ним. Журналист спрашивает, значит правда, что вы ненавидите Басаева и что Масхадов тоже его не любит, потому что басаевцы преступники, а вы нет. И Хамбиев отвечает, нет, я не скажу, что они преступники. Все-таки они мои бывшие товарищи, хотя сейчас мы ненавидим друг друга. Это только чеченец поймет. Он тогда не хочет говорить ничего плохого даже про Басаева и людей, которые с ним. Он только вышел из леса. Сегодня он сидит и на весь этот мир говорит о том, что Басаев не подмывался там после туалета, что он не купался месяцами, годами, был грязнулей, не молился, не совершал намаз. Сегодня он сидит и вот так открыто об этом говорит. Понимаете, какая произошла трансформация, насколько человек меняется? Это к тому, что перейдя, попав в окружение к нечестивцам, нельзя замараться всего лишь чуть-чуть, стать чуть-чуть таким нечестивцем, но в целом сохранить свою честь невозможно. Ты, находясь среди них, ты уподобляешься им, ты становишься одним из них и внешне и внутренне. Ты и внутренне полностью уподобляешься им и внешне ты начинаешь выглядеть, как они. Нельзя спуститься в выгребную яму, туалет уличный, знаете, когда просто яму вырвала, выкапываете, над ней ставят туалет. И вот нельзя жить в этом туалете и при этом всего лишь чуть-чуть замараться. Ты не можешь, ты будешь полностью в этих фекалиях, этих нечистотах. То же самое происходит и здесь, когда ты только к ним пришел, ты еще не полностью замарался. Ты еще, твоя часть тебя еще противится этой грязи, ты как-то сопротивляешься. В тебе есть еще какое-то достоинство, какая-то честь. Ты ведь недавно был на правильной стороне, ты был среди достойных людей. Но постепенно, постепенно ты полностью уподобляешься этим недостойным предателям, этим нечистивцам и становишься одним из них. Поэтому сегодня мы слышим эти недостойнейшие речи от Хамбиева, как он подтверждает все то, что говорит Кадыров, даже откровенно смешные небылицы. Вот так вот люди меняются. Это для тех, кто думает, что вы сможете, допустим, пойти на работу в Кадыровскую полицию и при этом сохранить свою честь и достоинство. Не замараться. В случае чего, если что-то от вас будут плохое требовать, вы сможете уйти. Это для вас. Вы не сможете, поверьте мне. Я знал немало людей, которые, уходя на работу в Кадыровскую полицию, допустим, в ГАИ, когда они туда устраивались, они были одними людьми. Но буквально через три месяца, полгода они становились типичными ментами, типичными ГАИшниками. Они менялись и внутренне, и внешне. Точно так же им уподобитесь и вы. Пусть вот эта ситуация с Хамби, он будет для вас примером. Не поступайте так, не думайте, что вас это не постигнет, что вы сможете это избежать. Вы не сможете. Присоединившись к этим людям, вы уподобитесь им, вы станете одними из них. Поэтому берегите свой внутренний и внешний мир, берегите себя. Еще раз настаиваю на том, чтобы вы почитали это шедевральное интервью Хамбиева. Переходите по ссылке в описании на мой телеграм-канал. Подписывайтесь и читайте. Субтитры создавал DimaTorzok